Добрый вечер, дорогие друзья! И снова передача «Лицом к людям» на 21-м канале. И сегодняшнюю передачу я хотел бы начать с небольшого стихотворения. «Добрый доктор Эйболит, он под деревом сидит, приходи к нему лечиться». Потому что в гостях у нас сегодня замечательный человек, это доктор медицинских наук, нейрохирург Анатолий Владимирович Курко. Добрый вечер! Добрый вечер! Вы знаете, наша редакция в канун Международного женского дня решила сделать вот такой подарок всем женщинам. И, на наш взгляд, пригласила в студию идеального мужчину. Да, это вы, идеальный мужчина, профессионал, прекрасный муж, любящий отец, прекрасный дедушка. Это все в одном. И вот скажите, Анатолий Владимирович, из этой небольшой характеристики, которую я только что выдал в эфир, первый вопрос. Расскажите про удивительную историю любви вашей семьи. Весна же! Весна! История очень интересная и замечательная. Ну, тем более, что канун 8 марта. Я не думаю, что это может быть так, она и удивительная. Она может быть и банальная. Но, тем не менее, для меня с моей супругой, коль скоро это произошло между нами, это действительно было что-то удивительное. Мы с Татьяной учились в школе с первого класса вместе. Осознанно мы уже друг друга, где-то, наверное, какие-то флюиды были. Мы уже понимали хорошо с седьмого класса. Мы уже сидели вместе, мы дружили. И все было у нас хорошо. Ну, с девятого класса мы уже, наверное, встречались довольно активно. Дружили, ходили друг к другу в гости, вечера. В детском классе, я помню, мы делали новогодний бал, где Татьяна была Татьяной Лариной, я был Евгением Онегиным. И мы нашими костюмами, нашими монологами, или там мы заняли первое место, были награждены. Но дело не в этом. Дело в том, что мы встречались сюда в парке у нас в нашем Среднегире, где мы заканчивали в Среднегирску. Это был очень красивый парк. И мы встречались по вечерам там. Буквально за месяц до окончания школы я всегда точно знал, кем я хочу быть, хочу быть врачом. Татьяна, я знал совершенно точно, что она хотела быть филологом, педагогом. И вдруг Татьяна мне говорит, давай пойдем с тобой поступать в авиационный институт. То есть, что мы были вместе. А я скажу вам, что я с первого класса грезил быть врачом. Я хотел быть настойчивым. С первого класса? Я думаю, что раньше, потому что... И для меня это тоже была какая-то загадка. В общем-то, деревенский мальчик. И вдруг зародилась в голове такая идея быть врачом. И я ради нашей любви с Татьяной быть вместе задумался и думаю, да, действительно, наверное, пойти в авиационный институт. Ровно два дня я пожил этой мыслью. Через два дня мы встречаемся. И говорю, Танюш, ты мне, конечно, извини, но я не поеду в авиационный институт. Я настолько к тебе хорошо отношусь и люблю тебя, но я хочу быть врачом. И так мы и случились. А она не поехала, что же, в авиационный институт? Конечно, нет. Более того, мы приехали в 73-е годы, мы с Боговолучием закончили школу, приехали в Кишинев, пошли сдали документы. Решился наш вопрос. И я проводил Татьяну сдавать экзамены. Не экзамены, а сдавать документы. Выхожу и спрашиваю, как, что? Она говорит, ты знаешь, меня уговорили поступать на иностранные языки. Говорю, Танюш, на что? На французские отделения. Я говорю, хорошо, но ты-то знаешь, как по-французски будет борщ? Борщ. Мы призадумывались и нет. На второй день пошли, мы сдали документы на филологический факультет. Факультет Кишиневского госсоборствия. Мы вернулись обратно, да. И продолжали мы встречаться, продолжали мы делать сюрпризы, подарки. Мне всегда очень нравилось. Татьяна, она и сейчас пишет стихи, но молодость активнее писала и публиковалась. Она сотрудничала в газете «Молодежь Молдавия» с покойным Яковом Гуревичем, под его патронатом, скажем так. Но вы сразу поступили оба? Мы сразу поступили оба, да. Сразу поступили, окончили. И я говорю, мы продолжали встречаться. А свадьба когда-то случилась? А свадьба случилась тогда, когда... Да. Что-нибудь заказать? Чай, кофе? Да, с удовольствием можно чай. Целеный. Кофе? Американ. Американ. Давайте эспрессо. Эспрессо. Бес. Бес. Выпьем эспрессо. Да. Мы были молодыми ребятами, и мы настолько долго мечтали о семье, и думали, как это будет. Что мы пришли, нам было еще 20 лет. По 20 лет? Да. Мы в 73-м году закончили школу, в 76-м году мы же собирали свадьбу. И вот с тех пор мы вместе, с тех пор мы... А вы согласны вот с такой фразой, что идеальный муж – это тот мужчина, который считает свою жену идеалом? Идеальной. Согласны или нет? Вы знаете... Татьяна Петровна идеальна? Нет, Татьяна Петровна не идеальна. В каком смысле? Понимаете, говорить об идеале – это значит, что что-то такое сухое должно быть в стороне, которому нельзя приказать. Это как манекен, на котором что-то висит, и трогать нельзя. Человек по жизни должен быть твоим, ты его должен чувствовать душой. И у тебя в душе, конечно, он будет идеален. Идеален в каких-то аспектах. Вот идеально что-то сделала, идеально что-то приготовила, идеально написала статью. И вот этот идеал, он, мне кажется, собирается из многих-многих идеалов, которые делают его идеальным. А назвать просто человеку идеальным нельзя, потому что идеальных людей нет. Точно так, как и истины – нет. Нет. Истины надо искать. Тем более, абсолютно истины нет. Но человек должен быть прекрасен душой, должен быть прекрасен своими мыслями, поступками. В этом отношении Татьяна – абсолютно идеальный человек. Это то, что я могу себе поймать на противоречии. Нет, противоречий никого нет. Идеала в идеальном отношении нет, а в каких-то делах человек должен быть идеальным. Татьяна могу сказать, что она абсолютно идеальная мама, идеальная бабушка. Но видите, как много аспектов. В плане ученого она идеальной нет, но она великолепный ученый. Она очень большая умница. И опять-таки это собирательная характеристика для одного человека. А сказать, что он идеальный, нет, потому что в жизни разные вещи бывают. Можно где-то что-то и повздорить, можно где-то что-то и отрицательное может быть. Я знаю, вы по гороскопу Лев. Да. И так получилось волею судеб, что вы живете в прайде. У вас одни женщины. Совершенно верно. Вокруг вас. Ну, такая же ситуация у меня, в принципе. Вам удалось постичь женскую логику? Вот одни женщины, вот как вы вот в этом всем? Как вот? Как? Они же все такие, все. Они вообще с другой планеты у меня такое подозрение. Все женщины. Да. Вы знаете, я сегодня на нашей утренней конференции, было поздравление. И мой коллега по работе встал и поздравил женщин. То есть он сказал им красивые слова, потом он им рассказал такую маленькую, скажем, притчу. Что Иисус Христос сотворил землю и отдыхал. Иисус Христос сотворил небо и отдыхал. Иисус Христос сотворил человека и отдыхал. Иисус Христос из ребра Адама. Нет, это Бог, наверное. Бог, Бог, Бог. Совершенно верно? Так, Бог, да. Бог, я прошу прощения. И Бог из ребра Адама сотворил женщину. И больше он никогда не отдыхал. Ни человек, ни Бог больше не отдыхали. Постичь женскую натуру, я думаю, нет никакого смысла постигать ее. Потому что каждый день он приводит в что-то новое. Если тебе кажется, что ты что-то знаешь, то ты глубоко ошибаешься. А я думаю, в этом нет необходимости постигать. Дело в том, что действительно у меня в семье девочки, теща, сестра. На работе женщины. Огромный большой коллектив, который я уважаю. Даже собачки мои. И то три девочки дома. И тоже из этой области. Вам тяжелее, чем мне. У меня хоть кот есть. Ага. У меня хоть есть одна родственная душа. Да, у вас если в процентном отношении перевести мужского пола будет больше. Больше, больше. Видите, он тут у нас, как у Чехова, ружье висит. А у меня вот такая замечательная коробочка. Черный ящик. Тут лежит подарок. Как вы думаете, что? Подарок для вас. Для вас подарок. Как вы думаете, вот я вас пригласил, вы доктор медицинских наук. Что в этом ящике? Что в этом ящике? Ну, если уж мы сыграем что, где, когда, там есть хоть наводящий вопрос. Вы мне предлагаете угадать так сразу. Если ориентируется на мою профессию, я могу допустить вариант. Там что-то медицинское может быть. Скажем, пинцет. Скажем, та же клизма может быть. Клизма. Очень хорошо. Или если доктор много пишет, ему там какая-то ручка может быть. Если доктор читает, может быть какая-то маленькая книга или блокнот. Там все что-то. Если вы издаете какой-то направленный вопрос. Пока не угадали. Пока не угадали. Пока не угадали. Но мы вернемся вот к замечательным словам о Боге. Да? Когда Бог создал землю, отдыхал, человека. Все-все-все. И отдыхал. Вот ваша профессия. Вы в некоторых моментах являетесь Богом на самом деле. Особенно для родителей, чьи дети попадают в экстремальные ситуации. Скажите, вот ваше ощущение. Что творится у вас? Потому что на вас большая ответственность лежит. Вы возвращаете, скажу грубо, к жизни. Да, это так. Что с вами происходит в этот момент? Я совершенно точно знаю, что ни я, ни другие врачи, что касается хирургического профиля, мы никогда не ассоциировались с каким-то божественным началом и чувствовать себя Богом. Когда человеку попадает вот что-то очень сложное, даже и не очень сложное, но предстоит какая-то операция, очень высокое чувство ответственности. И чувство ответственности не только перед, скажем, родителем, перед пациентом, перед Богом, перед обществом, перед самим собой, что ты должен сделать. И коль скоро мы уже выносим приговор, что здесь только оперативное вмешательство, это, повторяю, это чрезвычайная ответственность. Ты должен быть уверен в том, что ты сделаешь, ты должен быть уверен, что останутся довольны все, и что та же ручка или ножка вернется к действию. Мальчишка будет гонять футбол, девочка будет писать или там заплетать косички куклам. Это очень-очень большая ответственность. Коль скоро мы говорим о Боге и о нашей профессии, понимаете, я всегда считал и считаю, что мы действительно какие-то дети Бога. Потому что в свое время это одна из функций, возможно, или возможность Бога возвращать к жизни. Вот мы, как его, скажем так, даже не пасынки, а те люди, которых он послал на землю, чтобы они творили дела, чтобы они творили добро в виде здоровья и возвращали его людям. Вот в этом плане мы какое-то имеем отношение к Богу. А во всем остальном, конечно, это повторится. Есть даже такая древняя притча, что мы такие же Боги. Мы точно такие же, как наш Создатель. Вот, допустим, я недавно провел какой-то там тест был, моя любимая фраза по жизни. И выпало прямо стопроцентное попадание. Верьте в свои мечты, и мечты обязательно сбудутся, и верьте в себя. Да. Допустим, все мечты материальные. И я думаю, что вы, наверное, когда оперируете, вы представляете, да, что эта ручка будет двигаться? Да, конечно. Конечно. И чудо происходит же, правда? Безусловно. Или ножка будет двигаться? Безусловно. Вы знаете, мой учитель, что касается хирургии кисти, вот у меня какие-то вещи происходят в жизни фатальной. Я помню, со своим коллегой мы работали, будет, еще в студенческом отряде, в Каменке были. И Шура Рохлин, идя по Каменке, ему когда-то свободное время, он говорит, Толь, вот есть такой отдел хирургии кисти. Было бы неплохо, чтобы ты, это мы были студентами на пятом курсе, чтобы ты как-то себе это взял. Я себе не представлял, как это я могу себе выбрать хирургии кисти. И по жизни выпало так, что мне прислуждано всю жизнь заниматься хирургией кисти. Моим учителем, когда я пришел в больницу, был покойный Дмитрий Федорович Бытко. Вот я всегда, мы говорили сейчас о Боге, вот я считаю, что это хирург от Бога был. Удивительные руки, удивительные отношения к пациентам. Но, к сожалению, я помню результаты, скажем, если из 10, у 6-7 формировались рубцевые контрактуры. И кисти, они были оперированы, но они были обездвижены, они не работали. И необходимо было оперировать дважды, трижды, четырежды, чтобы получить какую-то минимальную функцию. Особенно при тяжелой травме сухожилий, нервов, сосудов. Мы же, благодаря технике, благодаря современному шовному материалу, благодаря микроскопу, мы получаем удивительные результаты. Вот действительно, эта ручка, при тяжелых повреждениях, скажем, на предплесе, если повреждаются 10 сухожилий, 2 нерва, 2 артерии. Это все надо? Мы все возвращаем обратно. И мы имеем абсолютное восстановление функции. Обычно родители спрашивают, доктор, а как будет? Я говорю, так будет, так, как вы создали, с вашим супругом. Все вернется на круги своя. И так оно и возвращается. Да, это титанический труд, интрооперационный, но это и титанический труд после операции, что касается революционного периода. И, безусловно, когда оперируем, мы себе представляем, как это будет. Потому что, восстанавливая те или анатомические структуры, мы знаем, что это будет давать вот эту функцию. Это нам позволит вот это иметь. Нефт позволит руководить, скажем, питанием этой зоны. Да, мы это себе очень хорошо представляем, как это будет на потом. И когда мы это имеем, мы уже улыбаемся, и родители улыбаются, все довольны. А вот скажите, вот таким понятием философским, как жизнь и смерть, как вы относитесь? Ну, вы же, бывает, ну, работа у вас такая, вы иногда видите, есть ли душа человека? Есть вот эта вот? Вы знаете, из... Вот эта вот субстанция из 9 граммов. Да, да, да. Из того, что мне всегда нравилась эта тема, мне нравилось и понятие жизни и смерти. Я думаю, что это вообще понятия философские, но одновременно они такие и приземленные, и имеющие отношения, вот только практические отношения. Мы пришли в эту жизнь, и... То есть, никто у нас не спрашивал, нас привели в эту жизнь. И вот мы ее проживаем, эту жизнь. И я считаю, что вполне естественный процесс под названием смерть. Тут много споров, тут много версий, много предположений и теорий о том, что мы переходим из одного состояния в другое. И при переходе этого состояния уже, якобы, ученые измерили, что в момент перехода, покидания жизни, мы теряем те наши, я не помню, 9 или 13 граммов, но мне кажется, 9 граммов. К этому, понимаете, как мы все были матерейстами в свое время, и мне кажется, до сих пор я как врач, я имею и остаюсь, но я совершенно точно знаю, что если я чего-то не знаю, это не означает, что я его не принимаю, и этого не должно существовать. Я могу эти вещи как-то к ней поскептически относиться, но признавать их, скажем, значивать важность, и то, что они имеют право на жизнь, это абсолютная вещь для меня. В том, что я хорошо понимаю, да. А что касается медицинской стороны между жизнью и смертью, безусловно, я не раз присутствовал, когда наступает тот момент, тягостный момент, очень... Такое ощущение, что, понимаете, мы всегда проигрываем, медицина проигрывает, когда мы теряем что-то. Единственная вещь для нас, служит, наверное, неким оправданием, когда действительно мы испробовали все, и мы ничего не можем сделать. Либо привозят ребенка, где травма абсолютно несовместимая с жизнью. И при поступлении мы уже точно знаем, что мы ему помочь не сможем, но мы предпринимаем абсолютно все. Абсолютно. Для того, чтобы сделать, чтобы, понимаете, как, может быть, даже чтобы совесть наша была чиста перед тем, кто смотрит на нас сверху, что мы делали максимально все, использовали все современное, чтобы попытаться что-либо сделать, изначально зная, что мы ничего не сможем сделать. Но мы не можем опустить рукава, и для нас вот такое понятие, как эвтаназия, пока не существует, мы его не принимаем. Но клятва Гиппократа действует. Клятва Гиппократа действует, но, к сожалению, вот вы вскользь сейчас сказали, а я хотел давно посвятить этому очень большое значение. Мало кто на сегодняшний день из врачей знает содержание клятвы. Вот в обществе говорят, вы давали клятву. Понятно, но в клятве нет того, о чем говорите вы нам. Абсолютно. Клятва Гиппократа – это удивительная вещь, о которой многие говорят, ну, понятно, даже и врачи, я уверен, что они не знают. В клятве Гиппократа много интересных вещей, но не имеют отношения к тому, о чем нам говорят журналисты или что-либо. В клятве Гиппократа есть интересные вещи о том, что, да, не навредить, не дать средства к аборту дальше. Но в клятве Гиппократа есть удивительные вещи о том, что ты должен относиться и почитать своего учителя. Его детей ты должен бесплатно научить той профессии, которому научил тебя учитель. И чтить его всю свою жизнь. Понимаете, есть много вещей, которые говорят, но клятвы Гиппократа в настоящее время придают не то значение. Абсолютно. Ее надо всем читать. Ее, кстати, было бы неплохо об этом где-то и говорить, и припомнить. А это заслуживает отдельной дискуссии. Мне сестра-жина привезла с могилы Гиппократа клятву, которую там отпечатали, и лист его могилы. И поэтому я, если не раз в неделю, я с удовольствием ее перечитываю. Перечитывайте. Как отчинаш, получается. Но там есть очень интересная вещь – почитать наших учителей, даже если они не в профессии. И было бы очень хорошо, кстати, если меня будут слушать врачи, я бы хотел, чтобы они вспомнили о тех, кто уже на пенсии. Я хочу вспомнить о том, что сколько зарабатывают нынешние врачи, и сколько зарабатывают те, кто вышел на пенсию на 6 лет, 10-15 лет тому назад. И было бы очень хорошо вспомнить о них и просто навестить и помочь им чем-то. Вот это есть. А мы ведь заканчивали наш альмаматор, нас многие учили, и это все наши учителя. Но кого-то надо вспомнить, кому-то надо зайти и чем-то помочь. Мне кажется, это именно то, что имеет отношение к клятве Гиппократа. У вас сейчас тоже есть, наверное, студенты, которые приходят, смотрят, учатся у вас. Да, совершенно верно. Я не имею отношения к университету медицинскому, но тем не менее к нам приходят и студенты, и вузов, студенты из медучилищ. И, безусловно, мы рады видеть их у нас. Мы всегда стараемся им чем-то помочь. И всегда говорим о том, что если вы пришли к нам на 2 недели, используйте их максимально с пользой для вас. Потому что мы открыты, мы готовы вам показать, мы готовы вам рассказать, мы готовы вам дать попробовать. Только надо, есть желание взять. Есть желание, да. Берите, пожалуйста. Если есть желание взять, берите. Совершенно верно. Хорошо. Ну вот, очень сложная работа, действительно. А вот как вы всегда такой позитивный человек? Как вы расслабляетесь? Как у вас, что-то есть, есть какой-то маленький секретик, который помогает вам быть на позитиве и возвращаться после сложного рабочего дня, как ни у кого. У вас очень сложный рабочий день, постоянно встречаться и с болью, и с кровью, и с многими такими вещами. Как вы, как расслабляетесь? Да, я скажу вам, как я расслабляюсь. Дело в том, я думаю, что это тоже имеет отношение к многим хирургам, но у каждого, наверное, свои фишки есть. Безусловно, на работу иду с огромным удовольствием, безумно люблю свою работу. И мне всегда было трудно, вот одна из вещей очень сложных, возвращаться с этой работы. Мне всегда не хочется покидать ее. Почему? Потому что я к ней относюсь очень серьезно. Я к ней ее, я прикипел к ней, и я ее просто очень-очень люблю. Люблю то, чем занимаюсь, люблю тех, кто со мной этим занимается, санитарок, медсестер, безумно уважаю свой коллектив. И, конечно, после работы требуется, но я думаю, что мне повезло, может быть, не больше, чем другим, потому что меня дома, если нет супруги дома, меня дома встречают три собачки. Три собачки? Это йоркшеские интерьеры. Вы понимаете, я могу прийти безумно уставший, я могу прийти безумно озабоченный, но когда я открываю дверь, они слышат, что я приехал еще где-то минут за 10 до моего прихода. Они это даже думают, когда вы выходите только из больницы, они уже... Они уже лают, и когда они тебя окружают, каждого надо взять, каждый тебя должен нализнуть, каждый должен поцеловать, ты забываешь обо всем, обо всем. Ну, а, конечно, расслабляет домашние дела. Я очень люблю гладить, я очень люблю мыть посуду, и меня это расслабляет. Я очень люблю читать, я ежедневно читаю. Еще один вопрос, что находится в черном ящике, как вы думаете? Ну, опять-таки, из сферы предположений, если читать, лупа может быть какая-то, или какой-то инструмент для разрезания писем, или, если медицинская тема опять вернется, какой-нибудь... Нет, медицинскую мы отвергли, да. Мы перешли сейчас, как вы расслабляетесь, и вот я даю... Люблю шахматы играть. Шахматы, прекрасно. Люблю шашки играть. Очень люблю, и даже имею какие-то определенные успехи. Нет, это связано с игрой, но не шахматы. Часы? Нет. Наблюдать за временем? Нет, за временем время это такая субстанция, которую можно останавливать и наслаждаться, управлять временем мы можем. Ну, опять-таки, временем... А вот то, что ждет вас... Компас. Нет. То, что вас ждет дома и всегда вам рада. Вы знаете, вчера... Тоже прочитал анекдот. Вы знаете, что собака действительно самый лучший друг человека. Вот за вчера закрыл в гараже жену и собаку. Вы не представляете, какой радостью кинулась ко мне собака. Там подарок для ваших терьерчиков. О, вот такая замечательная игрушечка. Я не знаю, я долго думал, костюм покупать или еще что-нибудь. Их у вас трое. Ну, я помню, вы нам дарили когда-то свое время. Ну, когда-то дарили, да. Понял. Ну, вот такая игрушка. Спасибо. Чтобы привести сюрприз. Я вам непременно скажу о том, как они отреагируют на это. Непременно. Они, кстати, очень любят красный цвет. Красный цвет? А они различают? Причем, что собаки нет. Собаки не различают цвета. Они все видят в черно-белом свете. А как это определили, что собаки видят в черно-белом цвете? Не знаю, как определили. Понимаете, как если бы я задался этим вопросом, я бы нашел ответ. Но я совершенно точно уверен, что люди, которые занимались этим делом, они проводили соответствующие исследования, вырабатывали какие-то определенные навыки. И думаю, а может быть, еще и по структуре, если мы говорим, может быть, по структуре глаза. Там есть какие-то свои, скажем, колбочки, цилиндрики, палочки. Ну, наверное, опытом. Вот вопрос интересный. Я обязательно посмотрю. Хотя я никогда не задался, почему именно так. Хотя было когда-то, когда я узнал об этом, что собаки видят только в черно-белом цвете. Но я почему-то не пошел дальше. Вот вы меня сегодня заставили. Но я обязательно не думаю. Ну, я бытует такое мнение, что вот все ученые, особенно физики, математики, очень любят искусство, любят стихи, любят поэзию. Врачи, 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 врачи. Что любят врачи вообще? Вот в культурной жизни. Ну, вы такие же люди, как мы, но что больше всего? Ну, я бы не буду обобщать, хотя могу отчасти врачей сказать. Врачи любят театр. Врачи любят кино. Врачи любят книгу. Врачи не чужды. Врачи любят поэзию. Я могу это сказать и по себе, потому что сейчас, если говорить о себе, то все о том, что я сказал, я это безумно люблю, потому что я очень люблю театр. Я очень люблю поэзию. Я в свое время с супругей своей, когда приходил к ним в гости, когда мы встречались на первом курсе, это был 73-74 год, я всегда заходил в военную книгу. Она была возле Далпочтанта. Да, напротив. Напротив, совершенно верно. И там было очень много стихов. Я каждый раз ей покупал отдельную книгу стихов. И мне безумно нравятся стихи. Вчера вечером буквально я прочитал, у меня супруга дала прочитать удивительное стихотворение. Мы сейчас являемся обладателем удивительной книги. Называется «Самиздат века». Это тысячестраничный огромная книга, где собран весь самиздат, по крайней мере, значительное количество. С советского периода. С советского периода. Формат нестандартный, она большая. Она раза в два раза больше, может, в два с половиной раза обычной книги. И на тысячи страницах представляете, сколько там информации. И вот там где-то семь или восемь четверостишей. И я когда прочитал, супруга меня спрашивает, ты понял, о чем идет речь? Конечно, стих удивительный. Но я как врач вначале не врубился. Оказывается, эта стихотворение написано одним предложением. Одним предложением. Удивительно. Я думаю, что оно удивило и супругу в том числе. А в отношении других коллег, почему я это говорю? Потому что я довольно часто встречаюсь с моими коллегами в театре, на спектаклях, встречаемся в кино, обсуждаем какие-то книги. Поэтому я абсолютно уверен, что врачам это не чуждо. И врачи любят и интересуются живо всем этим. Ну, о том, что чем интересуются врачи, мы узнаем буквально через пару минут после рекламной паузы. Оставайтесь с нами на 21-м канале. Пауза. Ну, Антон Владимирович. Игрушка есть? Да, игрушку удивительно. Я бы долго думал, что это конец будет. И снова мы в студии. Снова у нас Антон Владимирович Курка. Мы говорили об искусстве, мы говорили о театре, о поэзии. О этой замечательной книге и стихотворении, которую вы прочли, написанной одной строчкой. Кто автор? Вот, к сожалению, не помню. Не помню. К сожалению, не помню. Я только вчера прочитал. Скажите, из последних постановок театральной жизни, что вам больше всего понравилось? Есть какие-то вещи, что посоветовали бы? Для меня, и вообще не только для многих книг, для меня, конечно, театр Сурицы Рос Юрия Хармелина – это удивительный театр, абсолютно востребованный в наше время, с удивительным творческим коллективом, с великолепными ребятами. Я, когда прихожу в этот театр и смотрю на них, вот у меня всегда такая какая-то огромная нежность к ним, огромная любовь к ним. Этот маленький театр делает большие дела, большие ребята, большие мастера оттуда выходят, понимаете? И я, наконец, понимаю, что дело не в огромности театра, а в каких-то передвигающих занавесах, в электро-каких-то приспособлениях самой сцены. Ведь важно то, что на сцене. Как тебя заставят сопереживать, вот этот дух театра, как ты к этому относишься, как ребята максимально, знаете, заставляют тебя проникнуть душой к тому, что происходит, сопереживать с тем, что происходит на сцене. И для меня этот театр на сегодняшний день, я считаю его одним из лучших, если не лучший в своем жанре здесь. И то, что делает Хармирин, это человек-мастер, мастер при жизни, человек, который заслужил много-много вещей при жизни. Но я думаю, что он к этому относится очень спокойно, и он занимается то, чем он занимается, плюс ко всему и подрастающего поколения там же. И он совершил действительно чудо. Кто не приходит в наш театр, я тоже являюсь как актером этого театра, отмечает вот этот дух, что есть, вот ты заходишь, и ты понимаешь, что ты в театре. А это не всегда получается даже у таких академических. Вы знаете, Александр, для меня еще один вывод. Вот ваш театр, вот в других театрах у меня не так. Я очень и любил, и люблю театр Ионеско. Я лично знаком был с Петром, очень много друзей у меня в этом театре, очень много. И я ходил, посещал, у меня даже было, скажем, выделено персональное место в этом театре, тогда, когда у него было старое здание. Но в театре у Юры Хармельна, вот я прихожу туда, там у меня ощущение семьи. Вы понимаете? Вот эти ребята, которые ждут, чтобы они зашли в зал, чтобы они сели на подморстки, чтобы они сели где-то на ступеньки, чтобы они смотрели. Как ты друг к другу относится, как друг друга встречают, провожают, улыбаются, скажем, люди, которые не имеют отношения к прямой постановке или опосредованно. Они все живут театром, они все улыбаются, они все тебя встречают. И ты приходишь туда, и уже, скажем, вступая в этот небольшой холл этого театра, такое ощущение, что действие начинается уже оттуда. Только дворик заходишь уже. И плюс ко всему музыку, которую мы слышим в ходе, конечно, на тебе. И мы всегда в предвкушении какого-то очередного чуда, какого-то маленького или большого шедевра, который нам будет преподнесено гурманам, те, кто считают себя настоящим гурманом, а такие там тоже есть в этом театре. И я уверен, что они получают максимум удовольствия от общения с театром, от общения с Юрой Акадьевичем Кармелиным, которым очень любим, которого очень уважаем. А в его лице, безусловно, всех ребят. Есть такая замечательная фраза. Мы научились летать, как птицы. Мы прекрасно себя чувствуем под водой, как рыбы. Но не хватает нам одного – жить на земле, как люди. Как вы к этому относитесь? Опять-таки мы уже затрагиваете эту тему безусловно. Может быть, это и меньше философии, больше практичности. Знаете, есть хорошая очень поговорка. Чем больше... Чем больше... Чем больше узнаю людей, чем больше нравится собак, что-то в этом роде. Ну, я боюсь ошибиться в том, что... Ошибиться. Как я к этому отношусь? Я отношусь к этому... Трудно определить, сказать с одной фразой, как я к этому отношусь. Жить как люди. Вот начнем давать эту дефиницию. Что значит жить как люди? Вот для меня понятие жить как люди... Смотрите. Не мусорить на улице. Жить как люди. Уступать место пожилым людям. Жить как люди. Относить своего жителя, улыбаться к кому-то. Жить как люди. Помочь какому-то перейти дорогу, женщине или старушке. Жить как люди. Кто-то просит подаяния, помочь ей. Жить как люди. Относиться с другими. Жить как люди. Тут очень много вещей, которые говорят жить как люди. К сожалению, я думаю, что в наше время мы не имеем этих вещей. Просто не имеем. Даже вот в своей медицинской среде. Мы тоже, мне кажется, к пациентам не перестали как-то относиться... Я не говорю в данном случае о себе. Я говорю о том, что имеет место в медицине. Мы как-то перестали относиться к соучастиям. Для нас пациент, к сожалению, и может быть, меня осудит медицинское сообщество. Многие мои коллеги относятся уже как к клиенту, а не как к пациенту. Потому что, к сожалению, медицина стала приобретать характер такой коммерческий. И люди представляют себе, какую выгоду иметь. К сожалению, имеет место и не совсем корректное отношение к больному и к тому, с чем он пришел к нам. И я, например, против некоторых авантюристических идей, против авантюризма в медицине. Эти вещи должны быть запрещены. Вот это тоже есть отношение... Авантюризм? Это как авантюризм, да. Что я имею в виду? Вот там, где не надо оперировать, люди оперируют. Или прооперировали, сделали не так, как надо, и начинают... Я что-то слышал, на латыни есть такое слово, да? Вот вы сказали, авантюризм. Нет, я, к сожалению, так максимум не знаю. Я много других максимум не знаю. Ну вот высказывания есть у врачей на латыни. Вы только что говорили его, по-моему. О отношении авантюризма? Да. Нет, я говорил... Или как оно? О мертвых или хорошо, или ничего. А второе? Нет, второго не было. Было еще одно. Было еще одно? Ну, если было, мы его вспомним обязательно. Я надеюсь, что мы должны идти вперед. А походу... Идти только вперед. Да, но я хотел... Вот это то, что вы говорите в отношении жить как люди. Жить как люди. Жить как люди и в семье, и в обществе, везде. К сожалению, я могу много относиться к тому, что... Но это все зависит именно от каждого человека. Безусловно, от его культуры. Знаете, есть еще одна вещь. У Молдавана это общепринятая вещь. Шаптиан Диакасы. Семь лет домашних. И я всегда это воспринимал правильно, потому что в семье формируется личность. В семье формируются его основные задатки, которые должны развиваться. Да, но я задаю вопрос, а где 10 лет школы? А разве школа сама устранилась от того, чтобы продолжать воспитывать ребенка, после того, как ему дали основные, скажем, базовые какие-то вещи в семье? Ведь школа должна продолжать воспитывать. И там тоже очень большой сегмент, где школа должна воспитать его как личность и дополнить те штрихи. Я могу сказать, что не все семьи уделяют внимание детям должное, которые могут претендовать на то, что шаптиан Диакасы. Мы с этим сталкиваемся. И вот как раз может быть и отсутствие тех семи лет домашних, и не позволяет нам говорить, жить как люди. Да, у нас сейчас большая трагедия. Я перебью вас, Андрей Владимирович, но вот недавно я прочел статью, что дети гастарбайтеров – это потерянное поколение. Родители уехали, школа не занимается, государство не обращает внимания, а они живут на каких-то дотациях и при этом вырастают сплошными паразитами. Вы знаете, может быть, это касается не всех детей, а может быть, значительного процента. Я, к сожалению, не владею этим процентом, но мы работаем с этими детьми. Они также травмируются, а может быть, даже и чаще ломаются, ударяются, падают с высот, заборов, деревья. Они приходят к нам, и мы к ним стараемся очень бережно отнестись. Вот для нас тот ребенок, который без родителей – это особый ребенок. Почему? Мы должны его приласкать, мы должны ему раскрыть глаза на то, что везде не только какая-то плохая конкуренция, или не только то, что тебя хотят обидеть или унизить, а есть и люди добрые, есть люди хорошие, есть люди любящие тебя, есть люди, которые могут дать тепло, есть люди, которые могут тебе в чем-то помочь. И пусть у нас 10-12 дней, мы действительно этим занимаемся. Я бы сказал, что у нас сформировался новый класс или новый социальный срез, дети без родителей, при живых родителях. Да, при живых родителях. Вот это плохо, понимаете, потому что уже тот аспект, что их нет, они их не воспитывают, это тоже важный аспект. Но социальный срез, дети при живых родителей и без них, кто угодно, бабушка, дедушка, нянечка на 2-3 семьи, но она и не может им дать то, что должна и обязана дать им семья. А вот это уже напрямую относится к тому, что жить как люди, я думаю, что там не закладываются отношения, там действует закон силы, кто сильный, тот и выживает. А там уже в такие термины, как жизнь как люди, они не имеют права гражданства. Да. Хорошо. Ну, такая не очень радушная тема, но все равно у нас немножко праздничная передача. Вы как мужчина, как глава семьи любите готовить? Да, я люблю готовить и умею готовить. Умейте готовить. Конечно, конечно. Поэтому мне ваши передачи всегда очень нравились, я вижу что-то новое, запоминал. А, вкусные советы, да? Да, это был маленький художественный фильм, где очень красиво преподносилось тебе, как приготовить, что приготовить. И когда это было в контексте сюжета, когда ты немец с автоматами, еще кушаешь какой-то шашлык, ну это что-то такое, из ряда вон выходящий. Да, 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 котлетки. Котлетки, да. А у вас есть какое-то фирменное блюдо? Вы знаете, да, фирменное блюдо, я думаю, я умею готовить много, но я думаю, что фирменное блюдо – это у меня котлеты. Котлеты? Неважно, какие, да. Они у меня получаются всегда изумительные, это мамин рецепт, да, и поэтому я всегда говорю, это котлеты, как от моей мамы. И когда я делаю котлеты, это всегда запах маминых рук, это мамина улыбка, это мамина такое какое-то счастье, удовольствие того, что мы едим эти котлеты. Это всегда у меня всплывает в памяти. Вот вы знаете, вы сейчас открыли, котлеты в вашей жизни являются машиной времени, которая переносит вас в детство. В детство, все. Это прекрасно. Как многие вещи, и запах тоже какой-то может тебя унести в детство, потому что когда ты его когда-то обонял, и он у тебя зафиксировался, вот опять я говорю о каком-то случечке, о винчестере памяти. Да, да, да. Вот он отразился там, отложился, и вдруг ты его сейчас, вот он пришел к тебе, и ты вспоминаешь какое-то событие. Вот тут же химическая реакция разворачивается, и ты вспоминаешь все, что с этим связано. Скажите, Андрей Владимирович, вот если бы ваша жизнь была, вот то, что вы уже прошли, черновиком, смогли бы переписать, что-то изменить, как-то поменять? Вы знаете... Пойти другой дорогой, но я так понял, что с самого маленького возраста... Ну, кардинально я бы ничего не менял. Единственное, что бы я себе добавил, будучи, наверное, малышом до 7 лет, я бы на место родителей привил бы вкус к чему-то дополнительно. Музыка, живопись, вот такие вещи. Говорят о зависти, я никогда о зависти, она не бывает белая и черная. Это неправильно. Зависть она и есть. Есть зависть, да. Но у меня зависти нет, у меня есть удивление у тех ребят, которые умеют это делать, и я на них смотрю, и я просто дивлюсь тому, как они умеют это делать. И думаю о себе, а смогли бы ты, если бы ты занялся этим в детстве. Но меня с детства приучили книги. Я говорил, я говорю, я читаю, я очень много читаю, и мне это всегда... Я собираю книги, у нас с Татьяной очень большая библиотека. Кто читает книги, тот управляет миром. Кто владеет информацией. И владеет информацией. Ну, и владеет информацией в книгах. Какая разница. Конечно, я бы ничего кардинально не менял, но я бы, может быть, в этом аспекте себе что-то бы добавил. Хотя иногда я думаю, что мне бы хотелось... Я бы еще параллельно... Знаете, когда закончил медиаинститут с друзьями, нам так нравилось учиться, а учился я, скажем, очень хорошо. И когда мы закончили вуз, мне так трудно было расстаться с альма-матерой. И я решил, что мы с друзьями должны и поступить на юридические факультеты университета. И мы пошли туда и сказали, ребят, нельзя, вы должны идти работать. У нас такого нет. Вот я бы к своей медицинской профессии... Я бы добавил юридическую профессию. Мне очень нравится. Мне очень нравится... В юридической мне очень нравится адвокатура. Очень нравится. Я не мог бы быть прокурором. Я не могу нападать. Я могу быть судьей. Выслушать одного, второго. Но нападать я не могу. Я не приучен. И ни в моей крови, ни в моем воспитании. Защищать, да. И на работе. Я всегда всех защищаю. Из-за чего у меня иногда могут быть проблемы. Потому что кто-то должен нападать. Администрация. А кто-то защищает. И тут возникает такой парадокс. Но я всегда нахожу... Помните, был такой знаменитый адвокат. Если не ошибаюсь, его фамилия была Плевака. Когда он защищал. И был батюшка. И он когда-то совершил какое-то преступление. И суд присяжник. Его должны были приговорить к кому-то длительному сроку. И Плевака вышел, выступил и сказал. Уважаемый присяжник. Он столько раз отпускал нам всех грехи и прощал. Простите вы его один раз. Отпустите ему этот грех. И он выиграл процесс. Одной фразой. Одной фразой. А как много в ней заложено. Понимаете? Поэтому вот это бы я себе добавил. А в остальном я ничего не хочу менять абсолютно. Ни маму с папой. Ни родину. Ни там, где я родился. Есть такая, существует такая теория. Опять же, я, честно говоря, в нее немножко верю. Это Майкл Ньютон описал. Он бывший врач, тоже психоаналитик. Что, опять же, возвращаясь, что смерти нет. Да? Переходы. Но что мы, будучи в субстанции, сами выбираем, где мы появимся, у кого мы появимся, чем мы будем заниматься, кто у нас будет женой. Можно даже договориться, оказывается, там. И, Статьяна Петровна, я думаю, что вы договорились, если с первого... Может быть. ...у вас... Александр, вы знаете... Вы верите в это или нет? Я верю в это. Но скажу, понимаете, как материально потрогать это нельзя, осязать это нельзя. Это можно только допускать, что это так. Я вам объясню, почему. Понимаете, существует броманское движение. И всегда говорят, что оно хаотичное. Ну, скажите, пожалуйста, как можно его назвать хаотичным, когда в мире все настолько упорядочено, насколько все имеет свой смысл, свое предназначение? Что касается и нас, ведь даже когда появляется мальчик и девочка, ну, скажем, с медицинской точки зрения, там происходит процесс из миллионов десятков. Яйцеклетка выбирает одного. Скажите, это опять-таки какое-то предназначение есть? А то, что мы выбираем или то, что происходит в нашей жизни, это не происходит стихийно. В этом есть какое-то предначертание сверху. Совершенно верно. Я в это абсолютно точно верю. Но доказать это я не могу. Или, скажем, убедить кого-то в этом. Это человек, он принимает это, либо не принимает. Я это принимаю. И я в это верю. Спасибо. Антон Владимирович, ну, что-то пожелать нашим женщинам? Да, с удовольствием, безусловно. Дорогие женщины, коль скоро эта беседа состоится в канун женского праздника, это один из немногих праздников, который пришел к нам из нашей прошлой жизни. Я имею в виду падение режима, восстановление новых режимов, нового государства. Но это очень красивый, удивительный праздник. Праздник по своему содержанию, потому что во главе этого праздника женщина. Смотрите, женщина-мать, женщина-сестра, женщина-дочь будущая. Здесь много-много вещей связаны с женщиной. На женщину всегда выпадали очень сложные моменты и очень тяжелые моменты, и с которыми она великолепно справлялась. И справляется она и ныне, неважно, на каком посту она работает. Нам, мужчинам, всегда казалось, что мужчины настолько важны, сильны, что они выбирают. Нет, выбирают всегда нас, женщины. Это право остается с ней. И как право того, чего ребенка, какого мужчины она будет носить под сердцем. Я желаю женщинам, чтобы они были здоровы, чтобы они были счастливы. Понимаете, женщина для меня – это удивительная вещь. Не вещь, а удивительное, скажем, создание природы. Потому что у молдаван у нас принято, что если уж кому-то, скажем, семье, вот необходимо, случилось что-то, несчастье какое-то, лучше будь с мужчиной, пусть женщина останется. Она всегда сплотит семью, она всегда вокруг, дети вокруг нее будут рядышком. Но женщина имеет еще одну из удивительных особенностей, которую владает, и которую мужчины всегда должны дорожить и ради женщины жизнь свою класть. Она является продолжателем рода. Она является, может быть, спасителем рода. И поэтому в ней эта функция дана ей природой, дана ей Богом. И поэтому женщина абсолютный человек, и в сравнении с мужчиной, мужчина всегда должен преклоняться и должен быть в составе женщины и, скажем, в ее распоряжении. Поэтому, милая женщина, мы, мужчины, вас очень любим, мы вас очень ценим, мы вами очень дорожим. И этот, еще раз, день является лишним поводом для того, чтобы сказать и признаться вам в любви, как мы вас любим, как мы вас возражаем. Будьте вы здоровы. И каждый в своей возрастной группе. Кто-то хочет куклу, будучи девочкой. Кто-то хочет встречаться с хорошим парнем. Кому-то нужно здоровье. Пусть каждому все это придет. Мы вас любим, преклоняемся, мы уважаем и нежно целуем вас, обнимаем. Спасибо большое. Еще раз с наступающим праздником вас, милые женщины. Пусть цветы в вашей жизни появляются каждый день от ваших любимых мужчин. Ну и мужчинам хочу пожелать, живите как люди. Спасибо. Лицом к людям на 21-м канале. Лицом к людям на 21-м канале.